Волгоградская область в плановом порядке, продолжает подготовку к весеннеполевым работам. Сельхозтоваропроизводители Волгоградской области завершают формирование необходимого запаса семян. Также продолжается создание резерва минеральных удобрений, горючих смазочных материалов. Волгоградской области идет подготовка сельхозяйственной техники. Несмотря на непростые погодные условия и трудности, вызванные пандемией, Волгоградская область сохраняет объемы посевной площади на уровне 2020 года. Это в общей сложности 3 миллиона гектаров озимых и яровых. Объективно вызывает серьезные опасения состояние озимых. Ежедневно проводимый мониторинг показывает, что в хорошем и удовлетворительном состоянии находится порядка 60% посевов озимых. Негативно повлияли недостаток влаги в почве осенью и зимой и резкие перепады температур. Нынешнее сильное похолодание до минус 30 по северу области может оказаться критическим для озимых культур. Поэтому специалисты заранее готовятся к разным сценариям. После прохождения на текущей неделе холодного атмосферного фронта провести мониторинг состояния посевов и при необходимости принять дополнительные решения по поддержке и подкомке озимых культур. В том числе необходимо посмотреть и принять решение по корректировке весеннего сева. Провести все необходимые весенние работы аграриям поможет господдержка. В 2021 году объем по гектарной поддержке для Волгоградской области составит более 800 миллионов рублей, что по предварительным данным на 20% выше уровня прошлого года. В настоящее время формируются перечни сельхозпредприятий для получения первого транша, не связанной по гектарной поддержке. Прием документов от аграриев продолжается. В ближайшее время в районах области начнутся традиционные встречи с селянами, чтобы с участием властей, специалистов, ученых разработать оптимальный план проведения работ. Губернатор поставил задачу четко придерживаться графика финансирования АПК. «Первый транш компенсирующей поддержки выплатить до 20 марта текущего года. Второй транш, а также средства стимулирующей поддержки до 20 апреля 2021 года». Ксения Бедроссян, Екатерина Донцова, «Волгоградская правда» специально для телеканала «Волгоград-1».